христос воскрес когда он воскрес до пасхальные дни 40 дней будет уже неделя прошла и каждый день может воскресать каждый день отмечается пока он не вознесется на третий день воскрес и 40 дней являлся ученикам а вы не знаете про это а вот это все написано здесь да да этой этой книге уже 3600 лет а вы где сидите я где нахожусь алтай город барнаул игнатий лапкин мне прятаться не надо как вы вы прячетесь а я открыто сижу я стесняюсь у вас одни глаза видать вы или сам со мной поговори нормально чтобы видно было чего мужики так это все кто-то вас раздел там напали холодно я понимаю душно вообще в комнате я тоже это друг у друга вы учитесь от нигде больше такого нету чтоб столько раздетых сразу было там какие-то бандиты действуют одежды снимают связь это где ну где вы раздевает то вас почему меня раздевали я сам это это наверное по пьянке раздевают потому что женский запах охватил голова закружилась ну дай показать смотри какой ладно тут понятное дело то я не пью вообще-то но это хорошо слава богу что вы даже поднялись это хорошо а вы знаете для чего человек живет на земле не знаю не знаешь но сейчас рулетки тут понятно найти какую-то бобенку и заскочить больше ничего тут нету а вот если для жизни для жизни надо бога найти покаяться уверовать во христа что он умер за наши грехи и жить по его святым заповедям только не выключайся не выключайся и не ругайся поговорим давай вы верите что за смертью есть новая жизнь или только до до могилы ничего больше нету но я хочу верить то что после смерти куда-то еще попадут вот есть рай и есть ад грешники не любят говорить об аде они страшатся они боятся они любят чтобы мягонько священник по-хорошему говорил по головке погладил свечку купите а господь прямо говорил порождение хеден и змеи кто внушил бежать от будущего гнева в господне это ян креститель говорил и христос человеку нужно чтобы вздрогнул он понял что жить один раз и здесь игры нету тернистый путь узкий вход для этого бог оставил церковь на земле церковь это не здание это собрание верующих душ где есть епископ кто такой епископ епископ это начальник церковной но он приравнивается генералу а над ними маршал над ними маршал это патриарх я как не знать я 56 лет учусь это и религия да если вы пожелаете больше узнать зайдите на наш youtube называется во свете библии канал зарядите во свете библии игнатий лапкин его откроется сразу у нас 15200 роликов офигеть что там снимаете рассказываете мы деревню строим православную где нельзя не пить не курить и материться а рвать и лгать это запрещено и никто не курит во всей деревне 27 лет а если найдется такой он найдется доход такой значит он выйдет оттуда даже у нас приезжают когда люди издалека и они въезжают деревне написано территории деревни курить запрещается даже на территории деревни курить нельзя это дачи или там люди живут нет это прямо деревня получили регистрацию с нуля начали 91 года и вот вы это все на нашем ю тубе на канале увидите у нас все снимается как дороги восстанавливаем электричество проводим все за свой счет государство ни копейки не дает озера пруды восстанавливаем по новой заново нанимаем технику и все оплачиваем денег-то откуда-то да как держит скотину держит сельское хозяйство занимается один у нас 450 гектаров но это немного рядом у нас соседней деревне нам знакомый женя долгов у него 6700 гектаров люди не голые лежат они работают они страну кормят это не надо оденьтесь и больше не показывайте тело это показывает что искать я тебя показывать и мне сказали покажи я вам поиск поясняю для чего здесь все подряд идут пятый человек вы и все голы так сказать смотри я для блуда готова женщина голая лежала я тут ну видео как это мотал чат в летку то я рассказываю для чего это так показать что он способен к соединению к блуду больше тут еще нету смотри у меня мускулы какие занимаются анонизмом прям открыто сидят совокупляются женщинами как скотина ну да хочу это безбожники вот мы даже что они не верят но не занимается такой религией занимают живут плохой это ладно это просто так я сказал вы канал этот откройте посмотрите вас можете открыть вас конечно но но себе запишите как-то во свете библии игнатий лапкин сейчас записали пишу игнатий лапкин во свете библии да нашел 36 тысяч подписчиков правильно а сколько посещаемость на на весь канал у нас посещаемость 35 миллионов кто-то просмотров сто четыре тысячи просмотров написано да вот если вы пожелаете оденетесь когда у вас все трезвость придет и вы выйдете то найдите меня по скайпу я один такой игнатий лапкин с таким фамилией побеседовать скайп что там беседу у вас вопросы будут или у ваших родных близких о боге о вечности есть таки занимается религией ну прям верующие я вот не такой хотя тоже крещеный вам будет интересно и полезно очень я могу вам читать было интересно когда ну до десяти лет я просто верил а потом уже что-то пересну не захотел передумал у вас там православные храмы есть конечно да у нас я верующий ну вот со священником познакомьтесь сходите на исповедь и никогда больше тут не раздевайтесь это садом и гамора здесь я не раздевался срамота тут одна нам зачем это мы верующие законная жена ты женишься я повенчался всего чтобы никаких абортов не было за перестройку в стране сделали 120 миллионов абортов это государство исчезло а сейчас китайцы там до байкала все занимают люди пишут в интернете что-то опять вы ушли вниз туда куда-то вас не видать если вопросов нету я вам не нужен будем прощать спасибо запомните что я сказал вы можете меня найти по скайпу и гнать и лапкин четырех ночи до четырех дня по московскому времени где-то подчеркните сначала написать надо и откликнуть скажите мы все от рулетки беседовали вас как звать то как астон все ты не поймал архан 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 а сам но все-то непонятно ну-ка напечатайте тут внизу мне это не нужно ни для чего как только помолиться за вас чтобы господь вас благословил напечатайте артем вон ты какой да благословить тебя господь и домашним вашим желаем блага ищите христа пока близко он умер за нас он взял наши грехи на себя и он послал проповедника по всему миру чтобы проповедовали евангелие чтобы люди познали бога чтобы когда умрут они были в районе воду не в огне горели думаете он же не есть обязательно даже артем немало не сомневайся в этом что рай есть и ад в это время мусульмане 2 миллиарда христиан 2 миллиарда 200 миллионов это верят и буддисты почти 2 миллиарда как если нет еще тогда бей на силу и что хочешь делай ни за чего не отвечать а когда ты знаешь и живут большинство так и делают да прохо так не верят что бог есть а бог есть великий бог его любовь такая что он за нас отдал единородного сына своего иисуса христа который умер за грехи наши и когда мы просим прощения он может простить потому что эти грехи он уже искупил крови своей страданиями на голгофском кресте вот это самое главное мы не религию проповедуем а рассказываем о любви божией о христе ну если вопросов нет уходим с богом до свидания даже смотрите вот я от корки до корки насчитал ее златоуста 12 томов жития святых двенадцать томов печатать нельзя было у меня 15 магнитопонов маяк 205 и на них одновременно одной кнопкой можно было срывать на скорости 19 сантиметров в секунду на двух дорожках а потом по одной дорожке 4,7 сантиметра и тогда получалось что звучание 375 метра пленка катушка 8 часов 20 минут и вот златоус это 62 катушки библия 11 но представьте сколько это надо было вы ушли душа одна у человека и надо понять они побеспокоиться за гробом другая жизнь вечная есть ад и есть рай за наши грехи христос умер и веруя в него мы имеем жизнь вечную богу верите обязательно вот смотрите это крест на котором христос умер вот зачем умер а зачем умер умер и воскрес умер его распяли руки прибили он умер на пасху христова мы говорим сейчас неделя прошла пасхальная говорим христос воскрес а другой отвечает воистину воскресу и действительно это 40 дней будем приветствовать а на 40 день он вознесся на небо а потом опять придет судить мир а вы не верите а вы не верите что он умер а верите а то я знаю почему люди не верят а мне считает вот эту книгу вот да ну вот так он умер и воскрес он предсказал это на третий день такую радостную вещь отвергать как это можно он дарит спасение даром только ты поверь эти грехи он уже искупил я понимаю что то там у человека ну брать или что то тут дает и никак упирается и нет он не умер как не умер то а у нас написано туда вы пришли через 600 лет чего вы написано я вашу книгу не трогаю я читаю евангелие почему ты на мою книгу наступаешь ногой я им отвечаю так этим недругом мы дружески относимся к ним ты так веришь по этой книге ты получишь а мы по своей мы верим грехи прощены человеку когда кается а там за гробом другая жизнь в это здесь тоже написано воистину воскрес 40 дней будем приветствовать с этим радостным возгласом мы пришли сюда чтобы людям рассказать радость великую что наш спаситель христос принял мучения и воскрес прославленный мы так и молимся господи пошли добрых проповедников миссионеров христианам язычникам иудеям мусульманам и буддистам чтобы все поверили в твою любовь это разве можно так играть этим нельзя сатана будет в огонь вечно брошен он противник богу вот вы сейчас зарядите если можете интервью с дьяволом называется ролик такой интервью с дьяволом это просто даже говорить нельзя это и он ему спрашивает а кто ваш самый главный враг там в лесу кресла стоят и журналист спрашивает кто он сразу он меня с неба сбросил этот христос я ненавижу его ну а что дальше будет он придет судить этот мир и уничтожит меня вот и все которые ему поклоняются все будут в озере огненным и это сам дьявол отвечает он знает что и говорит его спрашивает закурил готовы что курить и он готовы мое изобретение это мое изобретение мы рассказываем людям о любви божией потому что на земле как рыкающий лев дьявол ходит ища кого поглотить и дьявол говорит я досаждаю ему христу потому что он всем жизнь дает а я людей совращаю а он переживает от этого так что этим не играйте пока эти сходите в храм верьте во христа спасителя христос любит каждую душу он умер за нас мы дорогие для него у нас интересно тут это я в барнауле пять абитуриен их потерялись главная победа христа над дьяволом вот праздник победы смотрите победа победа света над тьмою жизни над смертью это христос совершил когда умер на голгофе понятно и смотрите оружие христова крест стоит на храмах на скорой помощи везде это его высшая любовь если вы зайдете на наш видеоканал у нас к видеоканал есть вы многое узнаете там нет я человек там у нас 15200 роликов называется во свете библии игнатий лапкин вот зарядите у себя во свете библии называется видеоканал мы строим православную деревню с нуля вы это увидите где нельзя не пить не курить не материться не воровать только не ругайтесь